МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие сотрудничественники! Год назад в Молдове под патронажем президента республики прошла международная конференция, посвященная молдавской государственности. Конференция эта была сугубо научная, но имела и, безусловно, практические коннотации, в том числе политические, экономические, это понятно. Такова тема. Я тоже, как говорят, я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Но на самом деле я участвовал в этой конференции, и в своем выступлении я высказал приблизительно такую мысль. Если следовать старинному философу Западной Европы Мандевилю, то по его метафоре, по его аналогии, по его сравнению следует, что государство – это улей. И тогда спрашивается, а что же такое государственность? Ответ, на мой взгляд, такой. Если государство – это улей, то государственность – это дух этого улья. Если дух покидает улей, улей распадается. Если чувство государственности есть основа суверенности и суверенитета, то любое государство, потерявшее свою идентичность, свои культурные основы этой самой государственности, превращается в ничто. Иначе говоря, если хочешь разрушить какое-либо государство, разрушь, прежде всего, его государственную, государственническую традицию. Все это происходило под нашим президентом, но был один человек, у которого были в руках все реальные исполнительские нити. Человек этот скромный, но редко, когда где-то по себе дает знать, тем более выпячивает себя. Это доктор Хаббеллитат, ректор Ирима, Валентин Бенюк. Очень скромный, порядочный, очень, я бы сказал, трудоголик, человек от мозга костей, человек науки. Валентин Бенюк сегодня, он у нас в студии. Здравствуйте, Юрий Иванович. Что можно сказать насчет вот этой книжки, которую, посмотрите, дорогие соотечественники, книга звучит так. По-нашему, «Статалитатия Молдовы и континуитатия истории к шперспективу дезволтерии», в переводе на русский язык, это означает «Государственность Молдовы, исторический континуитет и перспективы развития». Книга, как вы видите, весьма толстая. Это материалы выступлений и наших отечественных, и иностранных ученых, потому что, я говорил, эта конференция была международной, интерес к ней был огромный, были представители самых различных государств, в том числе и бывших советских республик. И основным координатором вот этого проекта, и особенно по изданию вот этой очень серьезной книги, является Валентин Бенюк, ректор Ирима. Я вам уже его представлял, да и мы его помним по нашей предыдущей передаче. Я хотел бы задать следующий вопрос, как бы от имени телезрителя. Почему столь важна была эта конференция, и почему был столь важен вот этот том, вот это научное издание? Потому что часто, на мой взгляд, говорят так, наука в Молдове умерла, ничего не происходит, все разбежались, все раздерибанили, а факты говорят о другом. О чем они говорят? Ну, я не думаю, что это верх научной мысли. Ну, кто как сумел, так и написал. Можно я на секунду тебя переблю? Дорогие соотечественники, я вам говорил, что Валентин Бенюк, человек в необычайной скромности. Я вам скажу, что, поскольку я сам участвовал в этой конференции и выступал в ней, и говорил, вот помните, я вам сказал, что если как Мандельвиль сравнивает государство с ульем, то мы можем продолжить эту мысль, что государственность – дух этого улья. Нет государственности, нет духа вот этого улья, значит, государство обречено просто-напросто или на распад, или на присоединение к другим территориям, или и то, и другое. Но здесь вот статья, твоя, Валентин, статья, буду говорить, но ты, мы старые знакомые, добрые знакомые. Я твою статью, вот я специально покажу нашим соотечественникам. Посмотрите, как я изуродовал статью Бенюка. Что значит изуродовал? Сплошные пометки, потому что статья, вот он скромно говорит, ну, что мы там в науке, туда-сюда. Статья необычайно глубокая. Я очень много, Валентин, ты знаешь, читал и статей, и фундаментальных книг в области государства и государственности. И должен сказать, по силе обобщения, по глубине проникновения и по новому взгляду на вещи, я твою статью могу смело поставить в ряд мировых источников по мысли, по идеологии этого всего научного направления, с чем тебя и поздравляю. Так что, дорогие соотечественники, не верьте, что наука в Молдавии завершила свое развитие, все разбежали, все раздели Банина. На самом деле у нас есть люди, и там есть много таких статей очень важных и очень нужных, злободневных и современных. Поэтому я опять буду тебя терзать, Валентин, вопросом. Как ты смотришь на феномен государственности? У тебя там даже промелькнула очень, на мой взгляд, мощная мысль о том, что государственность – это не обязательно что-то осознанное. Это чаще всего хранится в народной традиции, на уровне, как говорил Фрейд, на уровне подсознания, на уровне культуры, менталитета. Вот вы начали с Мондевилем. Действительно, очень интересная притча, очень притча о пчелах. Очень интересная, когда… Но там немножко о другом говорится, что вот пчелы жили очень хорошо, вольготно, у них много счастья, много меда, и ни с кем не делились. Ни с кем не делились. И со временем они поняли, что так неинтересно, просто неинтересно. Меда много, счастья много. На мед на тогдашнюю Британскую империю. Да, а вокруг бедные, 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 беднота. И они порешили обратиться к Богу и попросить. Вот у нас много меда, много счастья, а совести нет, понимаете? Дайте нам совесть. И Бог дал им совесть, пчелам. Вот. То есть, то, чего он обделил людей, он наделил пчел. Ну, наделил пчел, и они были действительно очень такими счастливыми, чувствовали себя психологически очень хорошо. Мы помогаем людям, даем им возможность выжить в этой сложной жизни и так далее. Ну, через определенное время они поняли, что они стали очень бедными. Очень трудно было жить, понимаете? И они опять к Богу обратились. Боже, отбери у нас обратную совесть, потому что мы еле-еле выживаем. Бог сказал им, ну что, я вам обратно отдаю совесть, но больше никаких прощений на сей счет. Будете жить, как жили. Все согласны. И пчелы, в общем-то, они стали жить опять очень хорошо, вольготно, счастливо и очень много, как говорится, материальных довольств. Все есть. А вот они жили бессовестно. Понимаете как? То есть социальное разделение было ужасным, да? Ну, это суть либерализма, Виктор Иванович. Ага, опа, вот куда ты подходишь к мысли. Да, это суть либерализма, потому что, если ты хочешь жить богато, надо совесть как-то рационализировать. Это не просто вот так. То есть задвинуть ее в дальний угол, да? Ну, где-то вот так, конечно. Не на первый план. Не на первый план. Ома, омени, лопус, эст. Гобс. Гобс, потому что Гобс, мы о Гобсе говорим, что он... Гобс, это чтобы не подумали, что мы гобстопники какие-то. Гобс, это английский философ, и Лок, и Гобс, это великие мыслители. Итоги просвещения. Да, это два спорящие философа. Гобс говорил, что человек человеку волк, а Лок говорил, что человек это табло-раса. Что такое табло-раса? Это чистый лист, на котором можно писать, ну... То есть ты сейчас говоришь, как ректор университетов, педагог, который утверждает, что, значит, эта идея заключается в том, человек это, мол, доска, что на ней напишешь, тем он и будет, да? Ну, как бы так. То есть человек это табло-раса, по-латыни чистая доска. Чистая доска. Табло-раса это чистый лист, чистая доска, на котором можно писать все, что угодно. То есть человек является субъектом, который подвергается воспитанию, формированию. Формированию. Вот ты напишешь в его менталитете либеральной идеи, что государство это не столь хорошо, что у нас должно быть рациональное мышление, что у нас должно быть заложено какие-то ценности и так далее, то и получится из этого человека. То есть какие ценности заложим, так человек и будет руководствоваться в жизни. То есть человек подвергается воспитанию, формированию, а в отличие от Лока, значит, Гопс говорил, что изначально человек рождается волком и происходит борьба всех против всех, не только на уровне национальных отношений, но и в международном плане, значит, все так и происходит. Человек к человеку волк, страна в стране волк, и все борются за существование. И любые способы, как у Макеавелли, доступны. Совершенно верно, потому что Макеавелли своеобразный продолжатель Гопса. Вернее, наоборот, Гопс исторически, но времени, да, они как бы одного круга мышления. Мышления, потому что, ну, да, если упорядочить исторически, то, безусловно, это так. Хотя, хотя, и у Аристотеля в споре с Платоном, и у Макеавелли, который позже, значит, намного, значит, были идеи либерального вот такого склада. Потому что, если вы помните, то Аристотель говорил, что для того, чтобы не было смуты, а иногда смута исходит и от вышестоящих руководителей, аристократии там и так далее, ну, необходимо опираться на граждан. То есть, подспудно он говорил о гражданском обществе. Потому что он же определил человека, как полисное животное. Полис – это что такое? И что такое гражданин? Это член полиса. Совершенно верно. Это то, что необходимо защищать. То есть, идея гражданской нации, грубо говоря, идет от Аристотеля. Я абсолютно верно. Но он подспудно, значит, это подсказывал. Хотя Локк – это уже, как говорится, даже не предтеча, это уже тот человек, который говорил открыто о либерализме, о либеральной, как говорится, нации, о деминуации роли государства в обществе и так далее. Ага. То есть, мы помним республику Платона, да, знаменитое государство, республика Платона, где Платон ставит государство во главу угла. Тогда, как личности, некие винтики, грубо говоря, которые в нем… То есть, ну, некая его же претеча и тоталитаризма, там, и так далее. На самом деле Платон не это имел в виду. Нет, нет. Он имел в виду, что улей, грубо говоря, важнее, чем пчелы. Да. А идея Аристотеля, что улей образуется этими пчелами, и ими жив. Да, они являются конструктом вот этих… Но все то, что мы напомнили здесь, тех, которым мы напомнили философов и более древних, и более позднего времени, да, эпохи Возрождения… И Просвещения. И Просвещения. Их философия антропологична. То есть, во главе угла – человек. Человек. Человек-волк или человек-табула раса. Или человек есть, или что особенное. Или человек-экономикус. Адам Смит, который является в экономике только продолжателем идеи Лока, он говорил о человеке, который имеет возможность осуществить коммерцию во всем мире. И свободно. И самое поразительное, ведь, собственно, говорят, трактат Смит обычно, говорят, невидимая рука рынка, все происходит по каким-то экономическим законам. Но самое поразительное, что он был величайшим моралистом. Но ему казалось тогда, Адаму Смиту, что вот эта мораль, она человеку имманентно присуща. То есть, она у него от рождения. И когда вот началось вот это превращение вот этой модели Смита в либеральную вот эту демократическую человеку-волк, я думаю, что Смит ужаснулся бы тому, как на него ссылаются. Ну, идет обычный процесс вырождения идеи, идеологии. Понимаете? Потому что, если мы продолжаем, как говорится, коль начали о либерализме, то идет конвергенция с разными подлиберальными, сублиберальными идеями, ну, какими является, в общем-то, ну, скажем, что приходит на ум феминизм, допустим. И не только. Толерантность. 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 Государство тому, что либерализм приближается очень сильно к тому, что говорил Гоббс. Вот к этому левиафану, который способен утихомирить людей, и не только, но и рынок утихомирить. То есть, государство как регулятор общества и экономики и всего прочего. Он один из регуляторов, потому что действительно рынок он... У Гоббса это левиафан, это некое чудище с колоссальными полномочиями и властью. Почти библейское такое, но левиафан призван к тому, чтобы он успокоил людей и как-то их уравнял как-то в своих правах. И здесь, сейчас, сегодня происходит своеобразная конвергенция между либерализмом и полной свободой, кире полной свободой, и государственным структуром и государством с этим левиафаном, который является одним из регуляторов социальных отношений. Потому что пусти рынок в чистом виде в огород, и там произойдет революция. То, что происходит часто в нашей истории. Вешние кризисы, потрясения, финансовые кризисы, экономические, торговые, мы их видим. Трамп о чем говорит? Что мы, вот вас заметили, американцам трудящихся, заметили. Мы знаем, что вы живете трудно. Мы знаем, что у вас нет рабочих мест. Мы знаем, что 20%, как говорится, не в зоне достаточности материального. То есть достойной жизни у них нет, у этих бедных людей. Поэтому я буду бороться за вас. И государство все сделает, чтобы Америка была превыше всего. И была великой. И была великой. А вы были представителями вот этой Америки, которая имеет достойную жизнь, рабочие места и так далее. Для этого мы обратно занесем все эти мощи производительности из Китая. А кто это может делать? Только государство. То есть либеральная экономика сближается с государством, которое как бы делает... Берет на себя те функции, которые вот этот либеральный рынок не способен с ними справиться. Ну, делает обратный такой ход. Обратный ход. Что из этого получится, посмотрим. Но это своеобразный кризис либерализма, своеобразная через эту конвергенцию. Вот. И то, что говорили вышеупомянутые, это очень интересно. Либерализм вообще это очень интересная идеология. Она во многих отматериализировалась. Многие позитивные результаты. И вот создание, ну, грубо выражаясь, бессовестных обществ, которые живут очень хорошо, это... Грубо говоря, руководимы прибылью и интересами. Да, и интересами и так далее. Это почти нормальное состояние. Хотя надо иметь и совесть, хотя надо иметь и левиафана, который должен регулировать совесть. И вот это... То есть это все вместе является государством. Это все, этот конструкт называется государством. А возникает государство, как вы сказали, Виктор Иванович, возникает государство в сознании людей. И даже не зная о том, что он возникает или возник уже. В сознании людей, более того, может быть даже в подсознании. Вот это мне очень понравилась, вот эта мысль, что идея государственности, не просто государство, а государство... Государство может временами расцветать, рушиться, потом снова возникать. Или исчезнуть вообще. И может исчезнуть вообще, но идея вот этой государственности, вот по твоей мысли, она настолько глубоко укоренена в менталитете людей, определенной традиции и культуры, что она фактически находится в области подсознания. Это очень сильная мысль. Потому что обычно любят и философы, и политологи рассуждать об этих вещах, как будто рядовой обычный человек знает все, о чем они пишут. А вот эта идея о том, что это очень часто в области подсознания, и проявляется только тогда, когда кто-то пытается оскорбить эту идею, унизить эту идею, и она откуда? Из глубин подсознания, в виде некого национального чувства. А нация, мы подчеркиваем, дорогие соотечественники, нация – это есть понятие не только этническое. Самые различные этносы, самые различные национальности, вот как мы здесь все, и в Молдаване, и те, кто считаются румынами, и гагаузы, и болгары, и евреи, и русские, и украинцы, все-все вот у нас живет, все мы являемся в понятии этом, европейском, современном, мы являемся нацией. И когда мы говорим о национальной идее, мы имеем в виду, именно прежде всего, я так понял, потому что ты говоришь, о вот этой государственнической идее, которая зашита в подсознании всех национальностей. Тут же вопрос, Валентин, как, как получается, что часто об идентичности молдаван, о государственности исторической традиции молдаван больше беспокоятся часто не столько сами молдаване, сколько вместе с ними живущие в этом государстве, те же русские, те же болгары, те же гагаузы, мы видим, что происходит, в чем причина этого? Ну, не знаю, если я смогу ответить на этот вопрос. Не пропаганда ли это? Я тоже думаю постоянно об этом, потому что, можно сказать, что, скажем, в Молдаване есть альтернатива, объединение с Румынией, но и у русских есть альтернатива, и у гагаузов как есть альтернатива, и у украинцев, если у Украины есть альтернатива, как бы, да? Но вы говорите, что они больше пекутся. Нет, я говорю, иногда создается впечатление, что больше не успокоятся об идентичности. Вы правильно говорите, создается впечатление, что как бы так называемая титульная нация, представители... Национальность нации, да. Титульная, титульная, живущая, испоконная школа. По имени которого названа страна. По имени которого названа страна, как бы меньше иногда пекутся, чем это самое. Может быть, это и так. И порой это так и создается впечатление. Но не альтернативность является та причина, видимо, что вот мы не печемся о нашей идентичности. Вот вы сказали, вот вскользь так пропаганда. Ну, опять мы приходим к тому, что человек, в частности, и табла раса. Он подвергается влиянию, воспитанию, формированию и так далее. То есть чистый лист, на который можно стирать и переписывать. Совершенно верно. Вот смотрите, что у нас... Вот специфика любого народа, специфика любого народа, он через формирование, через воспитание и происходит, я имею в виду, национальная специфика. Вот, потому что итальянцы, вот те, которые они являются, русские, они те, которые являются, украинцы, вот сейчас в стадии формирования очень такой... Самосознание, как бы, да? Очень сложного процесса. Очень сложного процесса, который в один момент может и прекратиться, этот процесс формирования нации. Они очень рьяно... Слишком рискованно. Да, рьяно начали, вот, больше всего через декларации, через всего, через резких этих движений, через законов, через... Нация не формируется через законов. Так, грубо, как... Через писанные законы. Через писанные законы, совершенно верно. А не писанные больше. Да, да. Как пытаются сейчас украинцы это делать. Я... Поэтому у каждого своя специфика, она, эта специфика формируется путем создания, путем... Созидания. Созидания рукотворностью, креативностью, там, и так далее. Улей надо строить. Улей надо строить. Но и здесь, сколько раз я уже повторяюсь, здесь уже, как говорится, не только общество в целом, но это семья, это школа, это система образования в целом, через которого немцы и создали свое государство. Ну, это знаменитая фраза, да, что... Процитирую, что сказал фон Бейсмарк. Бейсмарк, да. Как он сказал? Да, он сказал, что государство было создано... Не генералами. ...не генералами, а учителями в школах. Скромным немецким учителем. Учителем. Спасибо за то, что ты вспомнил вот эту цитату. То есть, это вопрос формирования. И теперь мы посмотрим на наши проблемы, как говорится, да. Наша проблема следующая, что кто больше вкладывает в формирование, в образование, не в смысле, там, образование, система, а в образовании, формировании человека. Вот кто больше вкладывает... То есть, не просто сумма знаний какая-то, а вот в этот дух культуры, воспитанности. Конечно, конечно. Мы же говорим, воспитанный человек. Да. Образованный – это просто... И может быть, невоспитанный. А это именно воспитанность. Ну, и воспитание – это не просто «здрасте, до свидания», воспитание – это та комва формирующего человека. Вот это основа какая-то, понимаете? Среда, отношения. Все, все. И кто больше вложится в этот процесс, тот и одержит успех. Мне кажется, просто. Кто больше вложился в процесс формирования молдавской ментальности? Ну, мало кого найдешь. Ни одного правительства я не знаю, кто вложился в это. А наши соседи, наши братья из Бухареста вложились намного больше, намного больше, удачнее, систематичнее, методичнее, чем... Целый океан литературы и, скажем, фильмов, и документальных, и художественных. Они поработали за этот... Ведь Румыния когда образовывается? Только в середине, по-хорошему, во второй половине XIX века. Да, почти в конце XIX века. И какая создана мощная государственная теология, мифология, взгляд на вещи, научные исследования, и пиар какой при этом имперский. Его позови, давай. Огромный опыт. И этот опыт сейчас канализируется в формировании некой другой идентичности, чем молдавской. Здесь, в Республике Молдова, вот иногда говорят, что, ну, ничего страшного, ну и что? Вот нам подарили книги, нам дали вагон книг. Надо радоваться. Образование якобы. А помогает школам, помогает детским садам, помогает от самой красивой вещи. Мы не молдаване, а румыны. Понимаете? Вот классики наши, все они румыны. И вы являетесь румынами. Вот родители у нас могут так, дети, иногда говорят, ну, родители говорят, что мы молдаване. Ну и что? Родители пускай будут молдаванами, а вы будете румынами. Понимаете, как это? Это и престижный как бы. Да, это и престижный. И, понимаете, на этом не надо работать. На этом уже все создано, не надо работать. Оно работает само? Оно уже само работает. А над идентичностью молдаван необходимо, как говорится, что-то возродить, что-то подправить, что-то и так далее. И много надо работать, чтобы создать этот интитет. Вот вы говорите, что вот все мы вместе, это молдавская гражданская или политическая нация. Да. На это надо приложиться очень серьезно, потратить очень много усилий, потратить очень много, как говорится, и ресурсов, и средств. И ресурсов, и средств, в конце концов, чтобы людей доказать и убедить, что мы единая нация. А, иначе смотри, как хитро получается. Значит, вот как бы чисто молдаване пытаются внушить это отдельно, а все остальные это какие-то приблудные, приезжие, винятичи и так далее, да? Это первый пункт. А потом после этого объявляется. Ну, и самих молдаван нету, потому что они румыны. Два движения фокусника. И что мы получаем? Вот мы получаем, мы получаем пустое место, территорию просто получаем, на котором может претендовать и тот, и другой, и третий, и четвертый. Вот что мы получаем в конце концов. Поэтому мы должны беречь себя от этого. От этого. И очень, ну, представьте, я почему говорил о ресурсах? Заговорил о ресурсах по одной простой причине. что, вот, какого действия, такого должно быть и противодействие. Закон неоднократный третий. Вот. Ну, вы математик, вам лучше знать. Сколько было потрачено на убеждение того, что они, наши дети, румыны, и нас, граждан, что мы румыны. Через учебники. Через всего. Через речи учителей. Совершенно верно. Через гранты, через проекты, через школы, через всего. Пропаганду. Через всего. Вот. Столько же, по крайней мере, минимум надо потратить для того, чтобы сбить, как говорится, эту волну и сказать им, что мы молдаване, что мы молдавский народ, что мы молдавская нация. Во-во-во, молдавская, потому что, помнишь, Дмитрий Контемирш, он говорил, что меня, говорит, поражает в наших молдаванов, дискрипция Молдавии, его знаменитое описание, ты как историк прекрасно, ты знаешь, помнишь, там Дмитрий Контемир говорит, что меня поражает, это говорит, что у нас столько всяких национальностей, и все они как-то находят, говорит, общий язык. Это говорит, нигде, наверное, в Европе, в окружающем мире, в Азии, такого, говорит, не наблюдается. И я не знаю, я обычно люблю к этим словам Контемира добавлять, посмотрите на наши чисто молдавские фаминлы. Русу, Руснак, Татару, Булгару, Гагауз, Ляху, поляки, Коман, Половиц, и так далее, и так далее. Это просто, кстати, самая распространенная, чисто молдавская фамилия, Русу. То есть, вот то, что ты говоришь, это, я не знаю, не как мед по сердцу, Валентин. Ты вскрываешь вот этот пласт очень тонко и очень удачно подсознание. В моем селе, вот, вся Магала, как мы были детьми, вот, это самое, Русу Андрей, Русу Штефан, Русу Ион, Русу Георги, Русу Григори, Русу, это глава семейства, господаря. Семьи. Семьи. Глава семей. Да. Русу, Русу, еще Русу, и Русу, вот, вся Магала наша, это Русу, 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 Русу. Понимаете? Но не в этом дело. Дело в том, что... обрати внимание, чисто молдавская словечка Махала, тюрксово происхождение. Тюрксово происхождение. Почему? Наша территория вообще, она не только, как говорится, это пересеченное место... Место встречи. Да, и место встреч, и место конфликтов, и место интересов, и так далее. И оно пересеченное не просто в смысле ландшафта, оно действительно очень пересеченное, а пересеченное всеми теми, культурами, культурами, цивилизациями. И в конечном итоге выставлять себе как за чистокровных каких-то молдаван, и так далее, это смешно, действительно. Почему? Потому что здесь все перемешано, все перемешалось, и создавалась вот эта молдавская культура, которая сейчас в школах отрицается. К сожалению, я говорю это. А ведь ей не один век, и не два века, как пытаются говорить. Нам говорят, мы молодое государство, какое мы молодое? Государство, может, молодое, а государственность многовековая. Ну и государство тоже, понимаете? Можно даже так говорить, что молдавское государство, как феникс из пепла, каждый раз рушилось, и снова возникало, благодаря вот этому человеческой, культурной, ментальной, подсознательной вере в его существование. Я убежден, что мы продолжатели молдавского государства, и тем более молдавской государственности, мы продолжатели, и оно не исчезло. Ну, разные формы, разные формы. Скажем, губерния в составе Российской империи, но с элементами автономного самоуправления, там на... И самоосознание. Потом форма государственности в советское время, я не говорю, что это благо, или это неблаго. Вот так сложилась наша история. Так сложилась. Вот такие переломы. Я говорю в этой статье и о переломах. О переломах. Вот нации, вообще любая нация формируется, или любое государство, формируется через трагические и неожиданные переломы. Где требуется героизм. Конечно. Пролитая кровь. Чтобы выжить и возродиться. Пролитая кровь делает святой. любую идею, за которую она пролина. Иначе это болтовня. Конечно. И поэтому... И вот в Великой Отечественной войне говорят, вот что там нам, какое дело, Германия, Советским Союзом, наша хата с краю. Наши деды, и твой, и мой, воевали за то, чтобы была вот эта, не будь этой победы, не было бы этой государственности, и не было бы возрождения ее во веки веков. Ну, вы правы, Виктор Иванович. Поэтому, вот, путаница в умах, как мы говорим, да, происходит. И это на руку, не на нашу, не на нашу перспективу, на наше благосостояние. Понимаете? Что такое государство? Государство, в современном смысле этого слова, это является регулятором нашей, нашей жизни, социальных отношений, и так далее. И чем больше, в современном смысле, государство, чем больше государства, тем больше можно надеяться на нормальное благосостояние. И на выживание, и на развитие, главное. Государство... Книжка, как называется? Перспектива дезволтерии, в перспективе развития... Нам не хватает государства. Государственности. И государственности. И государственности. Хотя государственность, она, как бы говорится, помимо нас существует. И она бессмертна. А вот государства не хватает. Почему я говорю так? Почему говорю так? Потому что вот те, которые радеют за объединением с нашими соседями, с Румынией, да, говорят, вы знаете, как будет объединение, сразу жизнь станет лучше. Вот людей просто обманывайте, тем, что опять подачки, понимаете? Потому что, к сожалению, вот все эти поколения руководителей нашего государства, молдавского, да, я имею в виду с 90-го года, вот они ходят с протянутой рукой. Как нищий. Воронин немножко попробовал, как говорится, подняться самим с колен, но после того, как он ушел, как говорится, с Олимпа, все это... Опять стало рушиться. Опять стало рушиться, опять на колени, опять с протянутой рукой. И те, которые хотят этого объединения, так называемые унионисты, это спекулянты, не унионисты. Но бог с ним, пускай будут унионистами. Они говорят следующее. Вот, объединимся и заживем. Во-первых, эти люди совсем не думают, что будет с этим государством, хорошим, нормальным, современным, красивым, европейским государством, которое называется Республика Румыния. Что потом, после этого объединения, или даже устремления... Что начнется в Трансильвании. Что начнется... Совершенно верно. А те помнят, что Бессарабия в обмен на Трансильванию... Что начнется в Трансильвании. Что начнется у нас. Что начнется в Запрутской Молдове. Что начнется, потому что, вы знаете, и в этой статье я пишу, если кто думает, что государственность стерта из менталитета молдаван-запрутских... Что это та была раса, это не так. Это ошибается. Ошибается. Почему? Потому что это вопрос факторов, которые влияют и возрождают эту государственность. И пускай Бухарест хорошо думает, что государственность у молдаван вот с той стороны через историю, даже через собственную историю румын, она поддерживается. Понимаете? И они имеют бомбу замедленного действия, у себя в Ясах. Я же был в Ясах, говорил с местными молдаванами. Ко мне в Бутученный приезжал, один профессор плакал, говорит, мы смеялись над вами, что вы тут чокнуты, вы же румыны. А сейчас я вижу, что вы возрождаетесь, а у нас там из 20 министров даже одного молдаванина не найдешь. Венгров, говорит, и тот три. Вот это при выпитом стакане исповедь с подсознания, мне кажется, о многом говорит. Мы сидели в ресторане, вот такой случай, сидели в ресторане с профессурой, не буду говорить, кто, из какого даже университета, вот, сидели и говорили, да, из Бухареста наши коллеги профессора были, и он рассказывал. Вот этот мой коллега, нас было, кажется, шесть человек там, три с одной и с другой стороны, три с нашей стороны, тоже три. Значит, мы сидели, значит, и разговаривали, и он говорит, вы знаете, ну, как у вас там, все нормально, вот, меняется правительство, был такой перевод, это года три назад было, четыре даже, меняется правительство, меняется, и что-то мы заговорили о реформировании военной академии у них, там что-то объединились несколько академий, сделали большой центр и так далее, и так далее, и он так подспудно говорит другое, это не исповедь, а вот чистую правду, о чем думает тот из Бухареста, тот, который живет из Бухареста, не конкретно профессор, а видимо все бухарестцы так и думают, вот, сняли этого молдаванина, дурака, генерала, который был в академии, и назначили нормального человека, нормального румына, то есть они все равно понимают, я даже, слушайте, когда сразу тишина, за столом, полная тишина, вспомнили, что они молдаванины, он понял, что ляпнул, понимаете, ну, я говорю, ну, что, вы знаете, вы, по крайней мере, сказали правду, а мы правду уважаем, и записали себе на ум, понимаете как, вот отношение, вопрос в том, что есть эта государственность, менталитет, менталитет молдаванина есть и там, и безусловно здесь, потому что мы являемся продолжателями, в прямом смысле, этого слова молдавского государства. И сны в Великой Молдове все-таки витают где-то, как улыбка чеширского кота. Она поддерживается, вот, и эти сны поддерживаются самой историей румын. Понимаете? Потому что там, в основном, где больше тех, которые описали историю Молдовы, Молдовы, кронографов, где больше? В Молдове. Поверхов писателей, где больше было? В Молдове. Язык фактически литературный. Молдовский и так далее. Ну, он переименован. Молдаванин. И когда говорят, откуда он, что он написал, дискрипцию Молдавии, это не написано? Дмитрий Катемир, да. И так далее. Когда говорят об этом, подспудно сразу подпитывается государственность. Понимаете? Вот тот металлент. Воленс-Ноленс. Воленс-Ноленс, о котором мы говорили. Поэтому идут сложные процессы, что касается государственности. Да, мы завершаем передачу, пожалуйста, сформулирую эту мысль. Идут сложные процессы. Нас это не должно пугать. Ни в коем случае. Но и сидеть, как говорится, сложа руки перед собой, тоже не стоит. Надо бороться за свою государственность, за свою перспективу, за наших детей, за будущее поколение. Поэтому, ну, дело наше еще, как говорится, живет, здравствует и имеет огромную перспективу. Большое спасибо за искренние и, на мой взгляд, очень глубокие мысли, результаты многих обсуждений, размышлений. Вот ты часто говорил, я и об этом, и о том, много думал, много мыслил. Спасибо, Валентин Бенюк, еще раз. Мне очень понравилось. Спасибо, Анатолий Иванович. Очень понравилась вот эта наша беседа. От всего сердца тебя за это благодарю. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Валентин Бенюк. Вы сами посмотрели, насколько это глубоко, мыслящий и порядочный человек. Вот когда он ректор Ирима, и вот когда наши студенты находятся под не только образованщиной, не только под образовательным, но и воспитательным процессом таких людей, как Валентин Бенюк, я могу сказать сам, будучи профессором, учителем, только одно. Побольше бы нам таких мыслителей, и побольше бы нам таких ученых, и побольше бы нам таких профессоров. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. И не забывайте, что сказал здесь Валентин Бенюк. За все надо бороться. За все надо бороться. За свою идентичность. За свою государственность. И главное, за будущее наших детей и внуков. За всем до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова